Таллиннский ваттеатр Это небольшой театр. Его труппа состоит ровно из шести актеров, и работает он в маленьком помещении в Национальной библиотеке. Тем не менее, ватовцы умудряются браться за такие, казалось бы, масштабные постановки, как Фауст, и успешно справляться с придуманными самими для себя трудностями. Получается мило и остроумно. Смешно, если уж говорить откровенно. Смотрится органично, современно и живо, даже если немного и отдает постмодернам. Сведи меня с этой красавицей. Твое слово – закон для меня. Но как же ваттеатру удается этого добиваться? На самом деле, довольно простыми средствами. Как говорится, при отсутствии должной материальной базы все приходится делать из непонятной субстанции и палок. И труппа справляется с этим на зависть. Все начинается с немого кино. В «Увертюре» к спектаклю зрителям демонстрируется начало фильма Фридриха Вильгельма Мурнау о Фаусте, после чего якобы перегорают лампочки кинопроектора. И актерам, вышедшим на сцену посмотреть, в чем там дело и почему не будет кино, приходится спасать ситуацию. При этом они не забывают, что не просто спасают ситуацию, а показывают зрителям немой фильм. Так что и действуют они соответственно. В спектакле много мимики, много даже каких-то скоморожьих ужимок. А реплики актеры произносят таким образом, что рот открывает тот, кто стоит в центре сцены, а озвучивает его другой актер, которого причем тоже видно. Он не слишком скрывается, просто стоит сбоку, как бы отходя на второй план. Ты звал меня? Я здесь! Изведи, сатана! Изведи, сатана! Все же роли молодых женщин, включая, конечно, и роль Маргариты, достаются единственной девушке, занятой в постановке, Катарине Ратасеп. Все эти перемещения ничуть не мешают следить за ходом истории, пусть и придают ей незакладывавшуюся авторам долю комичности. Что разгружает спектакль и освобождает его от излишней академичной назидательности. Самое интересное, что столь малыми средствами Труппе удается рассказать древнюю, как мир, историю доктора Фауста вполне адекватно. Во всяком случае, в том виде, в котором ее изложил классик немецкой литературы. Постановщик отбросил все лишнее, все, не сильно относящееся к основной линии фаустовского договора с Миссистофелем, и сосредоточился на любовной стороне вопроса. В интерпретации Ааре Тойка Фауст главным образом просит вернуть себе молодость ради того, чтобы снова получить возможность волочиться за женщинами и не отказывать себе в этом отношении ни в чем. Что он с успехом и выполняет в течение значительной части первой половины спектакля. Затем он встречает Маргариту, убивает Валентина. В общем, все как положено. И вдруг оказывается, что уже не так-то уж и смешно. И Мефистофель уже кажется не только и не столько смешным. И трагедия, обманутой Фаустом Маргариты, играет вполне себе теми красками, какими ей и положено играть. В спектакле, как показалось мне, есть две кульминации. Первая из них ложная, но она могла бы быть гораздо мощнее настоящей, на которой спектакль и заканчивается. Когда Фауст, видя страдания умирающей Маргариты, приказывает Мефистофелю доставить его к ней, тот, весь спектакль, забавлявшийся фразой «Ваше желание – закон для меня», внезапно бьет его так, что Фауст падает и теряет сознание. В этот момент подумалось, что это прекрасный финал. Мефистофель поиграл со словами, отправив Фауста в тот мир мертвых, где в этот момент уже находилась Маргарита, воссоединив их таким образом в вечности. Но, к сожалению, на том моменте все не закончилось, а пришло к ожидаемому классическому концу. Мгновение остановилось, Фауст сгинул, Мефистофель прочитал залу «Морализаторский монолог». Ведь это глупость до того жалка, что даже потерпевшего не жалко. В остальном все очень наглядно и изобретательно. Ваттеатру удалось показать, как можно ставить даже самые сложные произведения малыми средствами, что в свою очередь наглядно доказывает, что самым важным элементом в театре была, есть и, наверное, продолжит оставаться фантазия, режиссерская находчивость. И это гораздо важнее любого бюджета или технической оснащенности, что, как я считаю, прекрасно.